Хоба! Всем привет! С вами доктор Влад и сегодня я расскажу о том, как происходит потребление алкоголя в Америке и какая разница между Америкой и Россией в плане выпивки. С чего это я вдруг начал? Ну, во-первых, у меня тут ролики есть о том, как распознать алкоголика. Я смотрю, люди интересуются. Вот, эта тема интересна. Это во-первых. А во-вторых, вот тут мне один товарищ попросил, ну, тоже на Ютубе задал такой вопрос. А, Владимир, здравствуйте, не могли бы вы рассказать как-нибудь, если будет время, о том, почему в Америке так все ухожно на улицах, везде флаги висят, куда ни глянь, ну, и так далее, и так далее, да? Почему в России такого нет? Ну, я ему ответил, что меня сразу загрызут, если я начну об этом рассказывать, потому что тут разговор идет о политике. Вот в чем дело. Я политику стараюсь касаться как можно меньше. Да, здесь политика не в плане политика, да, ну, на высоком уровне, там, встреча президентов, там, и так далее, да, а политика в отношении населения, политика в отношении той же грязи. Вот так можно сказать, да? Вот насколько американцы, вернее, не насколько, а почему они чистоплотнее получаются, чем россияне. Видите, тема очень скользкая, да? Вот, я взял тему помягче, насчет алкоголя, вот, и постараюсь избегать таких острых моментов. Просто расскажу, как это происходит в Америке. Значит, да, еще я хочу сказать, ну, я по образованию педиатр, врач-педиатр, вот, ну, педиатром можно работать где угодно, в общем-то, в отличие от терапевтов. Терапевт не может работать с педиатром, вот, потому что они не знают тонкости детства, вот, а педиатр может работать терапевтом, потому что нас нагружают в институте и педиатрию, и терапию, и все вместе, то есть терапия и сверху еще как бы педиатрия, понимаете? Вот, это почему такая предисловие, потому что я работал во многих местах, связанных не только с педиатрией, вот, и в частности мне приходилось работать в 17-й горбольнице московской, наркологической, вернее, в ее филиале в Дмитровском. Я сейчас не помню местечко, это возле автополигона, я не знаю даже существует она сейчас или нет, и я там, в общем, насмотрелся, как говорится, как это все делается, и потом я еще раньше гораздо еще в институте учился, я работал на скорой помощи фельдшером в психбригаде, и там я тоже, ох, насмотрелся, я насмотрелся тех, как это говорят, которые ловят белочку, да, вот, могу, кстати, сразу сказать, что пьяные, у пьяных никогда не бывает галлюцинации такого рода, вот, вот этой самой белочки, да, вот, дело в том, что, чтобы ее словить, нужно три дня не пить, три дня не есть, как правило, да, еще три дня не спать, вот тогда белая горячка, здравствуйте, я смотрел очень много, они там и ищутся все время там, ну, в общем, это вообще отдельная тема, просто я хочу сказать, что я в этом вопросе очень хорошо разбираюсь, вот, это сказал, да, еще попутно, я все время отвлекаюсь, вот, со скорой помощью у меня тоже, знаете, у инфаркта, вот сколько мы возили инфарктников, да, вот у них один и тот же симптом, который не, не, ну, практически не упоминается даже в учебниках медицинских, у них все время рвота, причем у них даже тип характерный, вот, у инфарктников, то есть это мужчина средних лет, обычно очень интеллигентный, загруженный полностью работой, да, вот, и вот он лежит там, ну, мы, как определили инфаркт, конечно, мы его кладем сразу на носилки и в носилках везем, не просто он сидит, да, и вот у них всегда рвота, да, причем такая вот, он складывается пополам, вот он лежит, а, вот так вот, да, вот такая рвота профузная, когда человек еще и, как говорится, ну, как я уже сказал, почти пополам складывается, это очень определенный признак инфаркта, во всяком случае, такое было почти у всех, ну, ладно, это я просто вспомнил, Господь с ним, у меня много сегодня листочков, потому что тема огромная, значит, итак, почему в Америке меньше пьют, ну, давайте по порядку, смотрите, вот в Америке, какая политика, да, за рулем пить можно, выпить можно, но там очень-очень маленькие граммы, там можно выпить рюмочку крепкого, можно выпить бокал, там, вина какого-то или, там, бутылку пива, по-моему, да, и то, как правило, американцы сразу после этого за руль не садятся, еще какое-то время повеселятся, ну, например, на вечеринке где-то, да, вот, это можно, но если в тебе больше, там такие санкции, что просто уму не постижим, у тебя и штрафанут, ты должен нанимать адвоката обязательно, тебя могут лишить прав на год, допустим, ну, первый раз, когда поймали, да вы представляете, что такое для американца год, целый год не ездить на машине, когда он ездит каждый день, вот, а после второго раза, когда поймают, вот, вообще могут лишить прав пожизненно, ты их никогда не получишь, и такие обычно селятся где-нибудь в даунтауне, в центре города, вот, для того, чтобы можно было ездить на автобусах и так далее, это страшное наказание, у американца отобрать права, поэтому они не рискуют, это раз, да, дальше, что еще, а, вот смотрите, какие законы, да, в Америке, алкоголь не продают до 21 года, никому, понимаете, никому от слова совсем, то есть, это в любом штате, это федеральный закон, в любом штате, если тебе нет 21 года, тебе алкоголь никто не продаст, вот, и поэтому очень часто, ну, вот, если молодой человек, допустим, да, то у него проверяют документы, ну, обычно, драйвер слайсен с водительского удостоверения, там стоит возраст, вот, причем в некоторых штатах, вот, мы были с женой, проверяют вообще у всех, вот, ты покупаешь алкоголь, продеви, понимаете, такая установка, вот, в Вискансии мы пару раз попадались, вот, ну, мы уже все, там, пенсионеры, ну, это, правда, давно было, еще мы не были там, пенсионного возраста, ну, пускай 10 лет назад, да, тем не менее, проверяют, ну, видно, что дядя и тетя, как говорится, да, проверяют, и, знаете, тут лучше не спорить, ну, показалось, что не нужно там ухмелочить, ну, что ты не видишь, туда-сюда, мужик, вот здесь, в Америке есть такое очень интересное положение, вот, никто не может быть выше закона, да, положено выполнять, и в связи с этим я вот тоже вспоминаю, да, вот я сколько ездил, да, по Америке, я ни разу не видел нигде кортежей, которые летят там с сиренами, с мигалками, вот, все там перегораживается, значит, водители в сторонку, гаишники какие-то стоят, вот, местные полицейские, вообще такого не было, понимаете, вот это исключено, причем вот, ну, есть такие моменты, когда тебе нужно пропустить, это скорая помощь, пожарка, они всегда вместе ездят, и полиция, вот трое, если едут с сиренами, кто-нибудь из них, или порознь, да, то сразу на обочину, да, и остановись, ну, мотор не нужно выключать, просто на обочине остановись, иначе сметут, вот, это закон для всех, понимаете, и тоже опять его выполнять, я вспоминаю, ему на скорой, когда ездили, вот, ну, давно это было, там, в 80-х годах, вот, никто нас не пропускал вообще, вот, ну, в общем-то, это ладно, вот, видите, никак без политики, нет, и то же самое с алкоголем, вот, положим 21 год, да, вот, все, умри, вот, пока тебе не исполнилось 21 год, там, один день, вот, до этого нельзя ходить, нельзя покупать алкоголь, никто тебе его не продаст, вот, два, дальше, ну, вот, попутно, да, нельзя распивать в общественных местах, вот, ну, края, конечно, русские особенно, там, это пиво, вон, там, в какой-то пакет бумажный, чтобы не видели, да, вот, но тоже это наказание, в общественных местах, на улицах, нельзя распивать, ну, арестуют, запишут, пойдет запись на рекорд, так называемый, то есть, всегда и все будут знать, ты устроишься, устраиваешься на работу, допустим, да, а там у тебя запись, ой, распивал в общественных местах, ну, все, и кто тебя возьмет-то? Дальше, вот, насчет автомобиля, интересно, смотрите, в салоне нельзя держать вообще алкоголь, никакой, вот, в багажнике можно, но, ну, это я вот за наш штат, не знаю, как других, можно, но только не откупорен, и в фабричной упаковке, понимаете, то есть, ну, смысл какой, допустим, ты сидишь, выпиваешь, подошел полицейский, а багажники часто, они, ну, не глухие, а можно просто бутылку назад бросить, как говорится, в багажник, да, и все, вот, поэтому, значит, в багажнике тоже, вот, купил в магазине, поставил в багажник, привез домой, там хоть как, напивайся, вот, и, да, кстати, вот, еще, я не помню, рассказывал или нет, да, я ей наплевать, вот, случай был, значит, мама идет из магазина, и рядом с ней сын несовершеннолетний, там, 18-летний бугай, да, и он помогает ей нести сумку, а из сумки торчит, там, горлышко пива, да, все, кто-то дзынь позвонил, маму заарестовали, наказали за это, просто нес, и в магазине, когда покупаешь алкоголь, если продавцу меньше 21 года, да, он сразу звонит менеджеру, или, там, просит другого продавца подойти с соседней стойки, да, и он пробьет этот алкоголь и упакует его, продавец вообще, вот, если ему 21 год не исполнился, он дотрагиваться до него не может, вообще, понимаете, дальше, вот, что еще, в клубах тоже, если продают алкоголь, раньше 21 года вас не пустят, в ресторанах, если, допустим, пришла семья, да, с детьми, вам могут дать алкоголь, в некоторых штатах могут, но вот рюмку, допустим, и вот на, бутылку никогда не поставят, потому что рядом малолетние дети, не то, что малолетние, несовершеннолетние, это не играет роли, сколько ему год или 20 с половиной, да, нельзя, значит, нельзя, вот этим Америка хороша, здесь законы работают, понимаете, вот, ну, насчет клубов, насчет ресторанов сказал, с похмелья на работу лучше не приходи, ну, просто выгоняй-то все, вот, или там на работе выпивать, вот, вы в фильмах иногда смотрите, там, типа, якобы выпивают, ну, это, это, это кино, это все кино, ребята, а кино не стоит всему верить, вот еще один такой момент, вот, насколько, насколько здесь в Америке трезвый образ жизни, вот смотрите, вот, допустим, мне нужен спирт, да, что-то протирать там или что-то там, ну, я такой, я мастер-ломастер, вот, идешь в магазин, покупаешь за, там, пару долларов, по-моему, стоит 450-граммовая бутылка спирта, чистого спирта 70%, там, медицинского, все, и, значит, ну, я приношу домой, вот, пользуюсь, когда нужно, там, не знаю, очки протереть или еще что-нибудь, да, вот, там очередь не стоит никогда, вот они стоят, да, это нормальный спирт, хороший, ну, медицинский или технический, я не знаю, да, вот, пожалуйста, это, без проблем, я вспомнил про боярышник, вот, были разговоры, и в Рунете активно обсуждали этим боярышником, вот, здесь никому в голову такого, такого просто не придет, понимаете, просто в голову не придет покупать что-то, что это того же поля ягода, что грибы собирает, да, грибы не растут, те грибы, которые ты собираешься кушать, они не растут в лесу, они продаются в магазине, и тот алкоголь, который ты собираешься выпить, он тоже продается в магазине, в алкогольном отделе, все, вот, американцы, так проще жить, ребят, вот, есть закон, ты его просто следуешь ему, и все. Так, ну, что еще, много уже нарассказывалось, смотрю по своим листочкам, смотрю по своим листочкам, ну, вот, я, знаете что, пожалуй, даже уже закончу, в каком плане, вот, смотрите, а, не закончу, вот, вот, еще такой момент, вот, очень интересный, как пьют, да, как пьют, вот, я первый раз, когда сюда приехал, буквально второй день попал на какую-то вечеринку, да, и там вот просто бар был, подходи и, значит, бармену заказывай, все, вот, он тебе дает большой стакан, насыпает его льдом, вот, и сверху там чуть-чуть ликера, допустим, да, вот, ну, не чуть-чуть, он доливает стакан, но дело в том, что он же весь заполнен льдом, вот, или виски, допустим, тоже он тебе дает уже не стакан, а поменьше, там, какую-то рюмочку, тоже весь льдом заполняет, и сверху виски, ну, что там, там какая крепость, и вот, вот так они бьют, американцы, понимаете, вот, или виски с содовой, ну, то же самое, это все разбавляется, американцы не любят крепких напитков, опять, ну, не смотрите на Голливуд, там, в кино, там, это все ерунда, вот, и еще, да, вот еще такой момент, вот, я вспомнил своего теста первого, да, ну, он такой нормальный русский мужик был, Александр Росифович, да, вот он выпьет бутылку водки, садится за руль, ему ничего не будет, да, вот он едет прям как нужно, вот, в Америке такого нет, понимаете, этим не хвалятся, этим не хвастаются, об этом вообще молчат, вот, такого нет, понимаете, образ жизни другой, вот, именно стараются, вот, гордиться чем можно, не тем, что ты выпил бутылку водки, сел за руль, да, а тем, что ты здоровый, что ты похудел, что ты загорелый, что ты крепкий, вот, вот, понимаете, чем, да, чем можно хвастаться, вот это круто, на самом деле, вот, и вот, в заключении я специально написал вот из себя здесь, что именно нужно это в заключении сказать, ребят, в Америке много развлечений, очень много, любых, на любой карман, вот, в России еще почему пьют, хочется отдохнуть, да, а куда пойти, да, некуда, ну, в кино, что ли, да, ну, в театр, ну, не знаю, это, не все ходят в кино, не все любят театр, вот, а куда еще, здесь развлечений сколько угодно, круглый год, любые, иди там, я не знаю, в боулинг, поиграй, да, иди в этот, как называется, вот, с клюшкой, гольф, да, пожалуйста, иди на гольф-поле, все это доступно, это стоит денег, безусловно, но это все доступно, мало того, вот, в любой такой деревне, в любом поселении, да, обязательно летний бассейн есть, обязательно, а он и зимний есть тоже, ну, это за деньги, а летний он бесплатно, иди и купайся, обязательно, вот, для нас, для живущих, да, обязательно теннисный корт, иди, пожалуйста, играй в теннис, это бесплатно, бери ракетку, там все, вот, рядом, здесь у нас гольф-поле, ну, там тоже, там за деньги, правда, потому что это очень дорогое удовольствие, вот, ну, пожалуйста, иди играй, это все доступно, хочешь, иди в тир постреляй, да, если тебе дороговато, там дорого вообще-то, вот, если тебе дороговато, купи себе пистолет, вот, иди со своим пистолетом, там стреляй, это гораздо дешевле получается, со своим пистолетом, своим патронами, многие так и делают, покупают пистолет, разумеется, его держат в шкафчике, там все, ну, как полагается, вот, только единственное с целью, ну, знаете, бывают любители пострелять, вот, он ездит в тир со своим пистолетом, и там стреляет, понимаете, вот, все, что угодно, рестораны, кафе, любые, это все, конечно, ну, в ресторане на двоих, ну, полтинник, это хороший должен быть ресторан, обычно, ну, не знаю, 15-20 долларов, вот, на каждого, там, ну, тридцатка получается, 30-40 долларов, это вместе с этими стипами официанту, да, вот, это, пожалуйста, в любом, и причем рестораны здесь, это, вот, знаете, это общий пит, туда не хуй, там, пи, там, туда-сюда, вот, туда ходят, допустим, днем с детьми, обязательно с детьми, это, вот, семейный такой отдых, да, вечером, вот, в Чикаго, например, очень много ресторанов и кафешек, в которых джаз, допустим, да, вот, там немножко подороже, вот, и послушать джаз или что-то еще, вот, мы с женой ходили как-то, я никогда не забуду, ходили в какой-то третисортный ресторанчик, там, не знаю, просто, ну, посидеть, отдохнуть, вы знаете, там, какая музыка была, как ребята пели хорошо, какие-то, ну, я не знаю, с Латинской Америки, но у них вообще никакая абба не нужна, понимаете, это очень высокого класса пение, ну, я в этом разбираюсь, да, мне просто нравится, вот так, любое развлечение на любой вкус, и поэтому, вот, еще очень многие в России, когда, ну, негде просто, вот, отдохнуть душой и телом, да, вот, а водка, вот она всегда, а здесь этого нету, и, то есть, водка-то есть, пожалуйста, любая дешевая, да, ну, здесь нету, как сказать, проблемы в том, как отдохнуть, кроме водки, вот в чем дело, это очень большую роль играет, ну, ладно, я сегодня разболтался, до свидания, если вам тема понравилась, ну, попробуем, может быть, продолжить как-нибудь, до свидания, с вами был доктор Влад.